Продолжение следует... Информация это то, что сейчас очень быстро долетает до умов людей и то, что так или иначе действует на каждого человека, формирует личность, мировоззрение. Поэтому сегодня в таком формате, я думаю, вопрос-ответ. Мы можем приступить к началу. Есть, Владыка, какое-то вступительное слово? Пожалуйста, мы будем рады. Я благодарю за внимание церкви, служителям церкви. Действительно, это впервые, как пресс-конференция. Поэтому надеюсь вправдать ваши ожидания. Мы рады, что у вас есть интерес к церковной деятельности у нас в Толочевской парке. Потом постараюсь ответить наш вопрос. Пожалуйста. Роман Головусов, я из Толочевского прихода. Владыка, я хотел бы спросить, стоит ли на повестке дня, в сколько-либо ближайшей перспективе, вопрос восстановления Свято-Никольского храма в Голубинке? Вопрос такой стоит на повестке дня. Он стоит с самого момента моего приезда сюда, в Калачевскую епархию, как только я этот храм увидел. Конечно, у меня большое недоумение вызвало тот факт, что к решению этого вопроса не приступали до сих пор. Потому что такого красивого памятника, с одной стороны, у нас нет на территории, и с другой стороны, на мой взгляд, нужны не такие уж колоссальные средства, чтобы восстановить. Потому что в целом здание сохранилось, фактически там нет кровли в этого здания. Из-за этого мы погибали в течение последних лет. Мною предпринимались некоторые усилия, в частности, в прошлом году мы хотели подать на этот храм заявку федеральной программы, которая называется «Культура России» 2016-2020 год. Но она обычно делает на 4-5 лет, эта программа. Сейчас уже Патриархия Московская имеет право формировать собственную заявку из епархиальных заявок, наиболее, на их взгляд, приемлемые и достойные объекты, чтобы подавать потом уже на эту федеральную программу. Но нужно выполнить ряд требований, чтобы попасть в эту программу. Там есть два этапа. Или ты подаешь заявку на разработку проектной документации, или уже на ремонтную строительную работу. И вот необходимо пройти первый этап. Буквально на днях я получил бумагу из Патриархии, от руководителя финансо-хозяйственного управления, митрополит Марк Рязанский, как раз с приглашением о том, чтобы подготовить документацию, принять уже участие в марте, прислать даже своего представителя. И я как раз именно вчера о том подумал, что мы будем подавать им на храм Голубинской, и за оставшимся месяц попытаемся собрать необходимую документацию, чтобы войти, я так понимаю, хотя бы на первый этап. То есть просить деньги на проектную документацию для ремонта и строительных работ. Вот этот самый правильный путь будет. Есть другой путь. Если мы не попадаем в официальные программы, а делать все равно нужно, то мы рассматриваем вопрос о консервации этого объекта. Там уже требуется меньше, так понимаю, документов и разрешений. Могут работать непрофессиональные реставраторы, но это все дешевле. Так или иначе, моя задача в текущем году, в наступающем году, точнее сказать, какие-то хотя бы элементарные работы консервационные, пусть они будут называться консервационные, как угодно, но там провести, то есть накрыть этот храм, сделать крышу кровной, чтобы уже он дальше не разрушался. Спасибо. А позвольте мне вопрос, как руководителю Вашей пресс-службы. Вот год заканчивается, сегодня уже 27 декабря, как бы Вы могли оценить уходящий 2016 год для Калачевской епархии в целом? Ну, подобный вопрос у меня тут уже брали в интервью, может, повторяется. Год сложный, сложный был для меня. Почему? Потому что произошла реформа епархиального управления. То есть по разным причинам почти все лица, представляющие епархиальное управление, обновились. Здесь пришли новые люди, которые должны были познакомиться с делами, пойти в курс дела. И поэтому пришлось какие-то вещи начинать заново формировать. Поэтому еще сложности в этом году были связаны с необходимостью достройки этого центра, в котором мы находимся. Вот я об этом говорил сейчас на оперехальном собрании. В том числе, почему я меньше, может быть, уделял внимание периферии, реже служил на каких-то отдаленных приходах, особенно в последние полугодия этого года. Возникла необходимость здесь часто присутствия, потому что были определенные моменты, такие кризисные, но тем не менее удалось привлечь новые силы, других некоторых строителей-подрядчиков, чтобы они успешно смогли завершить это строительство до конца года. Поэтому были определенные сложности. Но, слава Богу, я думаю, что к сегодняшнему дню мы их почти все преодолеем. По послушанию от колесского облагочения, вы очень часто ездите и совершаете богослужения в сельских храмах и в городских храмах. Ну, скажите, пожалуйста, отличительные особенности в сельских храмах и в городских храмах, я имею в виду в приходской деятельности, возможности села и социально-экономические особенности, и факторы, и города. Ну, вы сами уже частично ответили, что... Присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо. Возможности разные от социально-экономического города и у села. Поэтому, конечно, и подчас состояние храмов разнится. Хотя не всегда бывают сельские храмы, которые очень в таком, находятся в благолетном состоянии и иногда красивее и благолетнее городских некоторых храмов. Часто зависит, конечно, от настоятеля, но, безусловно, ресурсы у сельского храма меньше городских, меньше прихожан, меньше средств, меньше доходов. Поэтому, ну, проще говоря, всегда сельский храм, наверное, беднее. Но в духовном плане мы же ищем не всегда, да и не должны искать какие-то материальные преимущества, особенно в церковной среде. Конечно, хочется красивее храм настоятелем украсть, но прихожане, как правило, идут все-таки на дух, который они ощущают в этом храме, духовную жизнь, в которой они живут вместе с настоятелем этого храма. Ну, как правило, идут, как проще говоря, на священника, который к ним, им кажется, ближе, лучше к ним относится, как пастырь к пасому, имеется в виду, который внимательнее слушает их нужды, внимательнее проводит богослужильный взгляд и на исповеди, и в беседах. Ну, к такому священнику не идут. И часто вот на селе именно такие священники могут чаще встречаться, чем в городе, когда, ну, во-первых, они там, если они особенно живут в этом селе, они знают лучше прихожан сельских и постоянно находятся среди своей пастыры. Потому что в городе подчас нет такого близкого общения, особенно в соборных храмах священник может жить на одном конце города, служить в другом конце города. Прихожане тоже, со всех концов, нет вот такого близкого общения, и оно осуществляется только во время службы в храме. А в сельских приходах, фактически, и батюшка живет все время среди прихожан. И бывает чаще, чем даже ближе, как человек. Ну, и в сельских, и в небольших районных центрах, которые тоже бывают сельские. Ну, как у вас, станица Клецкая, она же районный центр. Фактически это станица, поселок. Поэтому, насколько я знаю, у вас настоятель более 20 лет, он уже для многих стал родным священником. И ваш храм-то сельским-то и назовешь. Но есть вот хутора, есть станица, где небольшие, но очень красивые храмы, и сложившиеся хорошие приходы. Ну, недалеко вот здесь, допустим, от Воложского есть хутор Клецкий, да. Когда я попал в этот храм, три года назад, храм по своему украшению, и вообще внешнему, внутреннему виду, убранству, достоин любого города. А когда мне показали фотографии, из чего его сделали, да, сделали его с какого-то магазина, тоже непонятного, но так они его преобразили, так достроили, добавили алтарь и колокольню, что внутри вообще сделали в стиле такой римской базилики с колонадом. Очень интересно получилось. Поэтому все зависит, наверное, все-таки, как говорится, от личности священника, а не от того, населели он или в городе. Но, в общем и целом, конечно, в селе выживать труднее священникам, это понятно. У нас есть священники, которые окамбляют по три сельских прихода и несут этот, так сказать, подвиг, потому что они никакого дохода с этого не имеют, это чисто, так сказать, их благотворительная миссионерская деятельность. Они даже не оправдывают затраты на топливо, которые тратят на автомобили, до их дотовольного прихода. Но, тем не менее, этим занимаются. Это низкий поклон таким священникам. Всех Господин. В том направлении, что вот семинары проводятся, которые здесь в городе Волжске, они недоступны для наших отделов, например, отдела образования, отдела по социальной работе, потому что женщины, ну, женщины, конечно, едут без ночлега, они не способны. Нельзя ли эти семинары приблизить к нам, где-то в Сюровнике, например, провести когда-то? Если у вас будет желающая заявка от вашего батюшки, от ваших педагогов, батюшка осуществляясь с отделом образования, естественно, это возможно. Тем более, это проводилось. Проводились выездные такие курсы, возможно, и в Суровикино на нескольких районах. Это делалось. Больше того, ну, и онлайн курсы проводились, дистанционного курса обучения проводились. Ни участвовали, я, насколько я помню, представители Чернышковского района и других дальних районов. Это все проводилось. Может быть, вы не владеете полностью информацией. Тем более, что в информационном плане Клецкая у нас очень представлена, скажем так, богато на сайте епархии. Я иногда даже укоряю, так говорю, руководитель, почему Одноклецкая у нас на сайте. Соответственно, есть связь, есть возможность интернета, хороший, разбрасывается информация, постоянно идет поток информации. Он может идти в обратном направлении. Мы можем здесь дистанционные курсы проводить, и вы их можете также там видеть, участвовать. Это все решаем. Должна быть инициатива от вас и через соответствующие отделы информации. У нас есть отдел религиозного образования и катехизации. Вы должны туда просто встать заявку. У нас есть такие и такие педагоги, мы хотим участвовать в техникурсах. Только час об этом назад говорил отец Петр. Сейчас Академия постдиплом образования, с удовольствием проводит курсы именно на бюджетной основе, то есть бесплатно они для нас. Три дня назад как раз вы закончили здесь в Волжском такие курсы, я вручал диплом, меня пригласили на базе 36-й школы. Так что все это делается, и все это возможно. Это обычное, ежегодное, отчетно-выборное епархиальное собрание, которое по уставу Русской Прословной Церкви должно проводиться ежегодно. Обычно везде оно проводится в конце года, в декабре. На этом собрании были назначены или выбраны вновь члены епархиального совета, это орган управления епархией, так сказать, вперед между собранием, скажем так, на ряду с архиереем. И также назначены и выбраны члены епархиального суда. Почему именно сегодня? Потому что прошел трехлетний период, на который обычно выбирается и назначаются члены вот этих органов. Как раз три года назад я приехал, и вот три года назад были сформированы эти органы управления. Три года сейчас истекло, ну и было предложено обновить состав. Кто-то был переизбран и продолжил свою деятельность на анатольной должности, а где-то состав обновился. После этого был мой отчетный доклад о деятельности моей как архиерея за прошедший год. Обычно там давались и статистические данные, количество приходов, количество священнослужителей, ну такие вот обычные обязательные вступления. А потом какие-то рассматривались важные, на мой взгляд, проблемные вещи для нашей епархиальной жизни. После этого был заслужен уже отчетный доклад доклады всех руководителей епархиальной структуры. Начиная с отдела религиозного образования и категоризации. Такие вот четыре у нас главных направления, которые мы сейчас пытаемся в последние годы продвигать и развивать. Второй отдел это миссионерский, третий это социальное служение, четвертый это отдел молодежного служения. После этого были заслужены доклады и сообщения руководителей других отделов профильных, как отдел по взаимодействию с своими служащими и с правоохранительными органами, отдел по работе с казачеством, отдел больничного душепопечения, отдел по работе со средствами массовой информации. Вот кого мы сегодня заслушали. Ну, как вы видели, у нас собрание даже необычно затянулось на три часа, практически без перерыва. Большой раздел и большое сообщение делал руководитель отдела как раз-таки религиозно-катехизации, отец Петр Симора, который возглавляет. И действительно, там наиболее большое количество и вопросов, и проблем, и мероприятий. Ну, это как бы действительно приоритетное направление все-таки образование, катехизация людей и в рамках образовательных учреждений и вне их, и в каких-то духовно-просительских центрах, и в воскресных школах, то есть уже на территории храмов. Это все относится к сфере ответственности вот этого отдела образования и катехизации. Ну, и наше присутствие в светских, государственных и негосударственных учебных заведениях тоже это большой раздел и очень для нас важен. Мы обсуждали пути и возможности ну, конечно, увеличения этого присутствия, потому что мы заинтересованы в распространении православной веры в той или иной форме, по крайней мере знакомстве, чтобы возможность знакомства с православной культурой предоставлялась и школьникам в том числе. То есть это опять-таки не научение веры, а это вот ну, все знают, что есть такой модуль основы православной культуры и часто наши оппоненты говорят вы там учите вере, но обучение веры предполагает обучение молитвам и совершение так сказать этих вот молений или обрядов или служений мы этим не занимаемся а основу культуры там знакомятся действительно школьники с православной культурой на базе одобренных учебников самая известная из которых является учебник протодиакон Андрея Кураева где в такой ненавязчивой форме но проводится мысль что все-таки наша современная отечественная культура она вся основана на православии во сколько крещение Руси как известно уже более тысячи лет назад состоялось и формирование русского народа и уже сейчас нашей государственности оно сегодня связано именно с православием вот такими вот делами мы сейчас занимались последние три часа ну а другие отделы они конечно рассказывали о своей проблематике есть какие-то есть конкретные вопросы я готов конкретно ответить по каждому разделу все пожалуйста пожалуйста Владимир Петрович Ольга Гордеева сняли творческие удачи в течение этого года колотёвская епархия образовала новыми храмами какова география этих приколов ну немножко не так мы я на собрании сказал что открыто восемь приходов из них два получили юридическую регистрацию шесть из них пока образовались общины но они не прошли еще регистрацию но для нас это не первая необходимость сразу же проходить регистрацию поскольку постольку иногда священник окормляет несколько сельских приходов малочисленных но там община есть и прихожане есть но возможности может быть даже финансовые пройти регистрацию нет потому что это связано с затратами пройти регистрацию стоит порядка двадцати тысяч для юридического лица вот представьте бедный сельский батюшка если он захочет сразу зарегистрировать третьи небольшие общины официально возникнут сразу же моменты с отчетностью с формированием с содержанием бухгалтера и так далее поэтому иногда у нас поэтому не совпадает количество приходов как юридических организаций прошедших гострегистрацию и фактическое количество приходов то есть общин которые существуют при том или ином храме ну конечно мы стремимся чтобы все приходы прошли регистрацию потому что тогда это уже полноценный статус местной религиозной организации возникает и если священник тем более назначается настоятелем храма и уже там давно сформирована община мы требуем чтобы стал полноценный приход а так чтобы с нуля построился храм в этом году ну есть такой приход да это хуторавилов и лавлинское облагочение там очень деятельный священник служит отец максим звягин который откомляет несколько сельских приходов и он очень способный строитель он умагряется в маленьких селах основывать приходы мало то что основывать он в течение года умагряется строить там хотя они большие но полноценные храмы с хорошей отделкой с внутренней снаружи вот этот храм в хуторе Авилове я служил молебен на закладку камня буквально год назад через год они уже поставили купол это очень хороший результат хотя там совсем небольшой хутор это вообще пример такого священника который нашел себя на сельском служении там он не унывает наоборот людей как-то зажигает можно сказать православная вера и в город не стремится это очень редкий пример редкий пример и успешный пример и он окормлял вообще там порядка наверное 4-5 храмов сейчас два храма которые он окормлял был настоятель пелен другому священнику и он там продолжает его дело назначен настоятель у него сейчас осталось три храма другой храм который но не построился и открылся здесь в городе Волжском открылся с нуля приход преподобного Вроси Оптинска но он открылся в помещении которое относилось ну это здание детского сада проще говоря там был сделан внутри косметический ремонт ну мы назвали это храм преподобного Вроси Оптинска ну конечно это не храмовое здание нужно понимать в этом здании еще ряд помещений имеется где будет и школа воскресная ну и как вот я подчеркиваю этот приход все таки мы хотели сориентировать для работы с людьми с ограниченными физическими возможностями и это здание подходит потому что там не нужно высоко подниматься не нужны пандусы особые достаточно широкие проходы и сразу с улицы можно легко попасть в храм это важно для инвалидов колесочников вот и я надеюсь что наши планы воплотятся и там есть достаточно большое помещение внутри для их досуга такого вне богослужебного и для занятий просто даже для детей может быть какая-то такая даже игровая комната то есть это вот из тех зданий что из тех храмов которых не было и которые появились на карте ну а все остальные у нас несколько храмов недостроено в состоянии надеюсь что сейчас новые силы подключиться достроят вот я считаю что конечно делом чести для нас это достроить храм в хуторе Верхний Гнутов где был похоронен и где были обретены мощи первого такого прославного святого Волгоградского митрополича Мучки Николая Верхнегнутовского там храм построен фактически уже был до почти до кровли по крайней проценту наверное 60 на 70 тоже кирпичное здание было построено и потом в связи с отсутствием настоятеля священника оно было заморожено прекращено уже 4 года там ничего не делать 3 года сейчас назначен новый настоятель священник он молодой деятельный человек здесь он у нас прошел практику самоволгоградец но извел желание служить в любом месте куда пошлют ну и это я думаю что почетное место хотя это хутор небогатый но это место где был погребен святой я думаю что это место находится под его покровительством я думаю что и то что думаю я буду наставить буду помогать чем смогу чтобы в течение будущего года строительство было завершено этого храма есть еще у нас долгострои некоторые храмовом храмоздании вот в Паласовке уже давно в центральной части города строится большой деревянный храм меня удивило что в таком месте полупустынном где даже на карте это обозначает даже не степь а полупустыня уже строительный храм откуда дерево оказывается возили лес с Пенинской области за 700-800 километров огромные бурьоны там огромный струб служен но он тоже законсервирован был но сейчас активизировались работы по докладу от настоятеля храма Блажины Ксении Петербургской протерей Игоря называется он же является и строителем этого храма уже на миллион рублей работы были выполнены в этом году и струб фактически уже подходит к завершению дальше там будет шатер конечно для такого района это редкость деревянный храм пока но единственное что мы в этом году уже определились с названием по его прошению я согласился что уместно этот храм назвать и в будущем освятить в честь благоверных князей Петра и Февронии князя Петра и княгинь Февронии Муромский учетворцев как покровителей семьи православной семейного счастья я думаю что это востребовано будет и в городе Паласовке надеюсь что активизируется работа в будущем году этот храм под кровлей тоже будет сдан есть еще места где началось строительство храмов когда я приехал одна из задач которая стояла передо мной это все-таки открытие вторых приходов в городах где их не было у нас есть ряд городов где население от 15 до 20 25 тысяч где существовал в лучшем случае по одному храму действующему по приходу а все-таки святейший Петриарх Кирилл давал такую рекомендацию можно сказать если не требование все-таки если в населенном пункте более 10 тысяч населения стараться чтобы там открыл второй приход потому что тяжело уже священнику окормлять если он действительно старается окормлять а не просто грубо говоря зарабатывать то есть понятно что священнику иногда чисто житейски удобно быть первым и единственным в городе поскольку так или иначе некоторые требы так или иначе к нему придут мы понимаем с чего формируется доход храма это доход и от крещения доход и от пивания как-то не грустно звучит доход от венчания реже но тем не менее когда храм единственный в городе то так или иначе эти все доходы придут в этот храм но все-таки мы-то говорим сейчас о духовном кормлении прихожан и горожан а не только и не столько о доходах того или конкретного храма и священник в том числе вот для этого нужно открывать как минимум второй приход ну создается определенная конкурентная среда но она может быть и благотворна потому что иногда люди когда они первые единственные неповторимые они как-то ну как говорят бронзареют на своих местах и теряют как бы чувство может быть даже какой-то самокритики когда уже рядом появляется кто-то другой который делает то же дело то уже он тебя заставляет тоже как-то смотреть если ты вижу как люди к нему начинают идти то нормальный человек задаст себе вопрос а почему что-то я не доделаю что-то не дорабатываю и тогда я думаю что вот эта определенная можно сказать конкуренция она послужит во благо какие-то недостатки будут исправляться ну не секрет же бывают нарекания к священникам к храмам вот где-то говорят ну там службы сокращаются да там служба очень быстро да если вдруг возникает второй храм где эта служба не так сокращается не так быстро то часть людей идут туда но это подвигает и наверное первого священника немножко задуматься я надеюсь что так и происходит и тоже вносить какие-то коррективы и введение богослужения и в общение с прихожанами и в отношении вообще к людьми в свое отношение к тому делу каким он занимается потому что ну вот даже вот я вот кстати эту тему сегодня затронул о том об этике вообще церковь у нас в храмах кто первый встречает человека в храме да не секрет что первый в храме человек который встречает человека который туда заходит это не священник это правило кто это работница церковного ящика как мы ее называем бывает даже уборщица первая но часто это в одном лице совмещено в небольших храмах она и священница она и уборщица она за ящиком работает и часто первое впечатление которое человек получит от этого посещения храма оно является решающим определяющим оно определяет то останется ли человек в храме или он уйдет я сам с этим сталкивался недавно я являюсь по совместительству настоятель кафедрального здесь соборного храма Яна Богослова буквально несколько неделю назад столкнулся с тем что пришла женщина и только как-то сердца жалял он не знал что я настоятель просто мне это высказал с таким вот жалобем у нее один был такой вас как на заводе вас как на заводе что случилось почему на заводе ну она пришла где-то в 11-12 дня в это время в верхнем храме шла уборка ну а там уборка там бетонные полы и там они достаточно грубо какими-то такими же стеными скребками трут от воска эти полы то что свечи закапали ну у нас такие ну женщины тоже уборщицы может даже не все время на заводе работали стараются свою работу тщательно делать вот но от этого естественно этот звук не очень благолепный а женщина у женщин своя проблема скорбь я пришла помолиться на годовщину смерти сына ну она конечно видно что она не совсем церковный человек она говорит я пришла с ним побеседовать я говорю с кем побеседовать с сыном но она говорит и с сыном и с богом вот она пришла к иконе в это время там идет уборка видимо она сделала замечание борщица то она ее ответила соответственно что ну ответила в том плане что у нас уборка и вот она была так вот обижена но с другой стороны я ей предложил пойдите в нижний храм но почему в нижний храм не могла предложить та же работа у нас ведь работает верхний и нижний храм в это время в нижнем храме читаются псалтирь я понял что это моя недоработка я должен собрать сказать, если уборка идет в верхнем верхнем храме, не препятствуйте в нижний храм и не преследуйте свои, так сказать, корпоративные цели лично. Ну а почему? Конечно, больше не захочется, что в нижнем храме сейчас пойдут, накапывают воск на подсвечивание. Ей придется пойти убирать подсвечивание. То, что человека потеряли в итоге, потому что женщина что сказала в конце, я в ваш храм не пойду, а пойду в храм другой. С пучком свечей стоит, которая прибыла здесь, и говорит, я пойду в другой храм. Может вы в нижний храм? Нет, я уже никуда не пойду. Единственное, что я такой вопрос задал, ну подождите, а если бы вам эта женщина, которая убиралась в храме, она не могла задать вам вопрос, а почему пришли не в 9 утра на службу, когда не было уборки, все молились, а пришли в 11 в момент этой уборки. А почему нельзя позже? Позже будет опять служба начнется. То есть иногда человек, вот себя считать меры всех вещей, и свою скорбь, и себя, так сказать, это неправильно, психологически объяснимо, что у человека скорбь, он часто кроме себя ничего не замечает. Это какой-то такой, ну, наверное, естественный какой-то эгоизм, который присутствует у человека, и он, наверное, представляет, что в это время жизнь должна вокруг замереть, и, так сказать, в момент его там беседы или общения. Но мы-то как церковные люди должны к этому сомниманием относиться, вот, а не с грубостью. И даже, я бы на месте этого больше, но остановился бы на 5 минут, да, не терпит, поврежден, человек это раздражает. То есть если нормальные отношения есть человеческие, которые от нас ждут православных людей, то все эти проблемы могли бы решиться. А вот для этого надо действительно людей этому учить. Этому учить заниматься. Вот для этого настоять и должен встречаться со своими сотрудницами. Ну, вот, придется мне это делать. Хотя, вроде, у меня и другие обязанности, но вот такие вот простые вещи объяснять. Если до меня не объяснили, что если храм есть свободный, не запрещайте, да, как в Евангелии сказали, детям приходить, ко мне, нельзя запрещать людям входить в храм. А не делать для себя. Вот сидят там, читают псалтии. Храм чистенький, никто не войдет, он так и останется чистеньким. Лучше пусть его затопчут, потому что туда люди заходили. Вот есть такая проблема. Есть. В начале октября Буржское обладачивание из состава было выведено два округа. Напомните, истинные причины этого разделения и надежды оправдались? Ну, истинные, они же единственные. Я не знаю других причин. Причина одни, улучшение управляемости, благочиние. Что такое благочиние? Благочиние – это такое подразделение в епархии, где есть старший священник, который является помощником архиерея по управлению. каким помощником? Ну, во-первых, он доводит все решения архиерея и епархиального совета до подведанности священников. Но довести это легко, можно довести через интернет, через телефон и звонок. Главное, что он контролирует их исполняемость этих решений. И он освещает обратную связь, поскольку он гораздо чаще может ездить по своим приходам, в виде какие-то возникающие вопросы, проблем, он доводит их до сведения епархиального архиерея. То есть у него, фактически, у благочиния всегда делегированы полномочия, не самостоятельная единица, не самостоятельная величина. Ну, и, конечно, в каких-то вопросах обладает определенной автономностью. И если он назначил соборное, допустим, богослужение на храме, он не обязан согласовывать с архиереем. Но, тем не менее, это делается как раз-таки для того, чтобы улучшить ситуацию на приходах, замечать вовремя какие-то возникающие вопросы, проблемы, потом решать их на интерхиальном уровне. Ну, а Волжское благочиние прежнее, оно объединяло храмы города Волжского, объединяло храмы еще двух районов, Среднеохтубинского и Ленинского районов. Это порядка 30 храмов и столько же священников. Причем, есть храмы, которые в такой глубинке находятся, куда добираться далеко, в пойме, допустим, вот, села Покровка, да, надо доехать до Колобовки, от которой, и еще, если повезет с дорогой, с погодой, еще, так это, 40 пробираться через ереки, через грунтовые дороги. я там был один раз за три года, но благочинный должен быть там чаще, и я там был просто посещал, не служил, а благочинный, он как раз-таки должен там служить, поэтому и прежний благочинный Волжского округа, он тоже там был не так часто, примерно с такой же галактической, как я, поэтому мы решили разделить, поскольку город Волжский сам по себе большой и самодостаточный, то здесь, может быть, даже не одно благочинение, если храм увеличится, ну, 300 тысяч населения, это большой город, а оставшиеся два района объединить вот в Волго-Ахтубинское благочинение, его возглавит протерей Димитрий, и он активно уже занялся этой работой, он уже объехал храмы такие отдаленные, как раз-таки могу сказать, что он там навел в порядок, да, в некоторых уже приходах с периодичностью совершения богослужений на дальних приходах, и даже стал оказывать сам по своей инициативе материальную поддержку священникам, которые ездят на эти дальние приходы, и которые, ну, я буду с этого ничего не зарабатывать, им нужно давать деньги хотя бы на бензин, на топливо, чтобы доехать до этого прихода, а уж не говорить о каком-то доходе, но мы все равно должны этих людей поддерживать в таких дальних местах, но, кстати говоря, есть и обратная реакция, вы удивитесь, может быть, кстати, строительство храмов, но вдруг в самом, можно сказать, дальнем и бедном приходе покровка, вдруг появился благодетель, который хочет там построить храм, по-моему, он уроженец этого села, и уже мы рассматриваем проект, и тут я бы уже действительно сказал бы, что это дело не рук человеческих, значит, вот это вот терпение, с которым священник без особых надежд ездил, служил в этом молитвенном доме переделом с какого-то магазинчика без особых надежд, что когда-то здесь будет в основном храм, оно было вознаграждено, и я думаю, что там будет построен храм, и может быть, это будет каким-то началом, раском возрождения вот этого села, покровка древнего села, и местом, вокруг которого будет формироваться уже новое молодое поколение, и это радует. В других местах тоже сейчас появилось желание построить храм, вот, ну, царев есть тоже, некако славный уездный город, сейчас это фактически уже поселок, тоже не имеет, несмотря на свою славную историю, достойного храма, да, там богослужение совершается тоже в здании бывшего магазина, и там было несколько храмов, они разрушены до основания, и вот сейчас мы тоже рассматриваем вопросы уже проектирования постройки храма в честь Александра Невского на месте разрушенного храма. Это действительно место историческое, это центр епархии некогда, да, сарайской епархии, которая находилась в столице Золотой Орды, это место, которое посещал, достоверно посещал святой благородный князь Александр Невский, и, конечно, это место должно быть достойно отмечено постройкой храма. Прошу. Из Волгоградской области ежегодно едут тысячи паломников в другие регионы России по монастырям, храмам, святым местам. В то же время из других регионов нам, ну, насколько я знаю, в каких-то сколько-либо массовых количествах не едут. Есть ли планы, планируется ли в будущем как-то повышать паломническую привлекательность области, и в частности Калачевской епархии? Объекты у нас есть. Ну, вот, правильно вы отметили, что за всю область я не отвечаю, а в пределах Калачевской епархии мы, конечно, об этом думаем, и, может быть, просто плохая информированность, мы создали уже один такой паломнический маршрут в Калачевский район. У нас представитель паломнической службы Наталья Барина, она является сотрудницей перхиевого управления, она как раз таки разработала этот маршрут, будучи профессиональным экскурсоводом. Там сейчас есть ряд интересных объектов и в Калаче, в районе Калачев, в частности, упомянутый храм Голубинский, нужно посетить. Такие маршруты есть смысл создавать как часто может быть совмещенные. У нас нет, может быть, таких древних православных святынь, столько, но они могут быть и с такой, с патриотической тематикой, и с какой-то исторической тематикой, краеведческой тематикой тоже наполнен. То есть, они могут быть немножко комбинированные. как бы, ну, потому что не секрет, что да, во многом даже не только градостроительство, вообще география даже, да, изменилась в советский период. Ну, канал выкопали, построили канал Угоденской, появились плотины, появились водохранилища. В связи с этим вообще изменилась даже география местности. Все за Волжье, вот по нашей стороне, это же все переселенные, ну, они все затопленные населенные пункты, поэтому трудно, сейчас мы какие можем свидетельства показать, они все под водой, да, и это все новодельные храмы, к которым мы вплоть до Паласовки едем, вплоть до Николаевки, это все... Про Великарпусского водохранилища? Нет, я говорю про другую сторону, Карпусское то же самое, да, я говорю сейчас про за Волжье, ну, начал с него, потому что вот Волжское обед, водохранилище выше Палатины, все старые храмы затоплены оказались, поэтому в эту сторону, конечно, трудно какой-то сформировать маршрут интересный исторический, но вот как раз таки город Царев, это один из таких вот маршрутов, перспективных направлений, которые мы рассматриваем, как раз таки, в связи того, что приближается с 700-летием со дня рождения Александра Невского, я бы так понимаю, 20-й год тогда, по 21-й даже, да, ну, по разным оценкам, разные, по-моему, официально 21-й год, да, считается рождением, и, соответственно, я надеюсь, что к этому времени храм там появится, и там уже есть, оказывается, какие-то частные кровические музеи-фирмы, уже с ними познакомились, которые занимаются раскопками, и вот этим интересным всем вещами показывают и городище древних городов, ну, опять-таки, там есть споры, каждый показывает на себя, колуб, колуб, говорит, что у них старые берки, царицы, на самом деле, это был мегаполис, поэтому там всем хватит места, там между ними 20 километров, если там было население несколько сот тысяч человек, то как раз таки все, всем древности хватит, меня удивляло, что там не было какие-то, опять-таки, со слов местных, может быть, каких-то кроведов, не было в местах даже систематических раскопок, какие-то археологических работ, но даже сам город Царев, он сам по себе является музеем под этим небом, кто там был, посмотрите, какие там замечательные памятники архитектуры, архитектуры и 19-18 века, кирпичной архитектуры, там просто можно проводить такие вот экскурсии и в плане православного паломничества, и в плане краеведения, потому что таких красивых домов, старинных и купееческих, не найдешь, здесь, по крайней мере, в наших местах, или они затоплены где-то в других местах, или они разрушены, а там, он действительно вот такой городок уездный, он сохранился, удивительно сохранился. Ну, конечно, какие-то здания запущены в виде, а так вот, как уездный городок, удивительно было это увидеть. А в Калачевском районе, сейчас интересно, есть место, кто еще не был, рекомендую побывать. Это поселок, так, пристан называется это Ильевка, это вот, где центр, это поворот перед Калачем на Дону, вот, это, где, это был центр строительства, поселок Пятиморский называется, да, пристан Ильевка, поселок Пятиморский, это центр, в свое время был штаб строительства канала Волга-Донского, и, тоже, архитектура советская, интересно, сохранили здание такой вот, сталинского ампира, но, что самое удивительное, там, подвижник, есть местный, который, более 30 лет, руководит, вот, этим участком, Калачевским, Волга-Донского, канал, он, фактически, по своей инициативе, создал музей под открытым небом, и он занимает несколько площадь, несколько гектаров, в этот комплекс входит и храм плавучий, святитель Иннокентий Московский, который стоит уже, ну, на грунте, на отсыпной земле, там десятки скульптур установлено всех наших военачальников, царей, героев, ну, вообще всех личностей, которые были прославлены в Отечестве с времен князя Владимира, Александра Невского, и заканчивая деятелями уже современного периода, там отдельно, там, ну, просто я тогда сбивался со счета, сейчас немножко реже, к нему стал ездить, в последний год, а так вот приезжаю, каждый вот, тримит, у него новая аллея, у него есть аллея Великой Отечественной, даже есть аллея любви, там, памятники, уже, даже литературным персонажем Ромео Джилетти, есть там, по-моему, еще каким-то, вообще, там есть аллея именно великих князей, княгинь, да, есть императоров аллея, военачальников, флотоводцев, все это в скульптуре, есть ростовые скульптуры, есть бюсты, причем там очень информативно, там можно под открытым небом провести открытый урок, потому что не просто стоит бюст с надписью и с годами жизни и смерти, а там обязательно установлен стенд информативный, что этот человек сделал для России, для истории России, вот, очень интересно, и вот даже туда, в Пятиморск, можно сделать одноденную экскурсию с детьми, со школьниками, это будет великолепная экскурсия, нужно, конечно, выбирать хорошее погодное условие, хорошее время и грамотное экскурсовое, всем рекомендую побывать в Пятиморске, там это абсолютно бесплатно, это все под этим небом, это как парк, в свободном доступе, это, я считаю, перспективное направление. Кремно-Вознесенский монастырь. Ну, я молчу, это уже Кремно-Вознесенский монастырь, это спрашивают про новые направления, такие святыни древние, как Кремно-Вознесенский монастырь, конечно, кто знает, там бывает, но сейчас там новая дорога сделана, которую долго ждали, она соединяет районы Лавлинский с Крецким районом, уже с твердым покрытием, уже и с асфальтом с хорошим, поэтому это доступно. Ну, конечно, если ехать с Волгограда, это паромная переправа, так или иначе, потому что это за Доном находится монастырь, но это все доступно. То есть, вот такие паломнические маршруты, они есть, но это уже отработано, Кремно-Вознесенский. Я говорю про новую, про перспективную. Перспективную, я считаю, этот Царев надо обязательно развивать, и это место, связанное именно с именем Александра Веневского, вот, как одно из мест, где он был, и был не один месяц, не один день, я думаю, что он пребывал там и по несколько месяцев, когда находился приставки, был вынужден, там молились сотни тысяч русских людей в храмах, вынуждены находиться, которые были угнаны и в плен, и в рабство, так или иначе, они молились в этих храмах, там покрыто слезами, слезами, кровью многих-многих русских людей, поэтому это место надо развивать. Какие еще вопросы? Коллеги, пожалуйста, еще вопросы какие есть? Итак, Герсименко, православный Бомжский, вот у нас помимо местночтимого святого священно-мученика Николая Попова, теперь появилась еще одна, игуменья Арсения, которую недавно прославили, но вот в молитвах пока на соборных служениях, почему-то не упоминается это имя, это в связи с чем? Что-то не знает, не понимает? Хороший вопрос, это, наверное, упущение, которое мы исправим в ближайшее время, но нет четкого, честно сказать, свода святых, который нужно упоминать, это упоминается молитва в предьяконском служении, есть такие молитвы, которые читаются на Литии, и там действительно перечисляются святые и вселенские, и местные, но хорошо, что вы заметили, я думаю, что мы обязательно включим в список святых для обязательного премьерения на этих службах, но это упоминается на воскресное благослужение, это не ежедневно упоминается, я не знаю, какую вы имеете в виду службу, да, на воскресное, да, вот когда читается молитва после помазания спаси Божьи люди Твои, тут у нас как-то присутствует сейчас дьякон Евгений, вот, он возьмет на заметку, да, что вместе с священомученником Николаем Верхнегнутовским, как местно местно чтим и прославным святым нужно поменять преподобную Игумену Арсению, тогда и священомученника Петра Никутила, пославления такого большого не было, но у тебя даже в году было обнаружено историками, да, тем более мы установили в Быково мемориальную доску, тоже хорошая, хорошая мысль, это даже даст нам повод, наверное, издать по этому поводу такое даже распоряжение, да, циркуляр, чтобы хотя, да, священомучен Петру был в Рослинобутовском полигоне, но в течение ряда лет, пяти лет был священником настоятельным как раз-таки Троицкой церкви села Быково, мы установили мемориальную доску, так что хорошее замечание, благодарю вас, тогда можем действительно это включить в список для обязательного упоминания на этих вот молитвах. В этом году если не ошибаюсь было три великих освящения храмов. Четыре. Четыре. На будущий год планируется что-то подобное, ведь это же важно. Да, конечно, планируется. В первую очередь в городе Волжском планируется. У нас есть ряд храмов, я уделен до сих пор, почему они еще не освящены, но в городе, особенно в таком как Волжске, больше, наверное, у настоятелей требований к себе, к своим храмам. Ну, тут и ресурсы другие, хочется настоятелям уже полностью территорию благоустроить и коностас полностью дописать и в связи с этим определенной задержки. Допустим, храм Святой Луки, как известно, он находится в очень хорошем состоянии, но настоятель сказал, что мне нужно время благоустроить территорию, чтобы уже была выложена там плиткой, чтобы можно было пройти крестный хор вокруг храма. Наверное, он прав, подождем немножко. Также храм преподона Серафима Саровского, храм святителя Тихона, патриарха Московского, храм Рождества Христова, тоже у меня даже какое-то недоумение, почему до сих пор они не освящены. Но, видимо, уже пора переходить от ожидания к требованию и назначать просто сроки конкретные, чтобы священники готовились к этим срокам, и я эти храмы освящаю. Ну и все-таки на очереди верхний храм, соборный храм Иоанна Богослова, но там тоже задержка некоторого с иконостасом, чтобы все-таки это выглядело достойно соборного, конфедрального храма. В этом году, я думаю, все это осуществится. Ну, то есть, собственно, в этом году освящены практически все храмы города Волжского, да? Большие храмы, большие, большие храмы, да, да, да. Надеюсь, что так. Пожалуйста. Владыка, в этом году был вопрос уже. Андрей Березовский, Алгоградская епархия. Вы принимали участие в течение прославления Матушки Игумии Осенней Спаса Преоборожанскому и Медведевскому монастыре. Что-нибудь, вот пару слов с самым течением, да? И второй вопрос. Вместе ли у вас какие-то направления по прославлению? Ну, как ближе к канонизации каких-то, ну, святых там или как-нибудь что-нибудь? Ну, для меня это первый опыт. Я, конечно, рад, что попал в число архиереев, кто совершал этот чин прославления, который возглавил глава Метрополии Волгоградской Центр-Сфиньши-Вадыка. Герман. Ну, как известно, там были представители из других епархий и Метрополии, и Саратовской Метрополии, Сфоронежской Метрополии. Был Владыка из Калмыкии Листинский, Юстиниан, архиепископ. Ну, и, конечно, архиерей, который представляли Волгоградскую Метрополию. Владыка Герман, Владыка Лисей, Фия. И вот таким соборным служением сопровождалось это событие прославления. Ну, сам чинов, казалось бы, был такой короткий по себе, то есть, это есть такой момент службы, Малый Вход, Малый Вход с Евангелием. Есть Великий Вход, когда переносит Святые Дары, есть Малый Вход с Евангелием. Вот в момент вот этого Малого Входа последний раз была пропета Вечная Память, совершена лития, то есть, еще ей молились о покоении ее души, вот, а когда уже человек святой уже не молится о покоении души, а уже ему обращается, моли Бога о нас. То есть, такой качественный переход совершается в этот момент. Сначала молились о нем, потом молятся ему. В чем вот смысл святости, что уже, если ему прославить человека святым, мы уже уверены за него, что он уже у Бога, и он уже наследовал спасение. Больше того, он имеет дерзновение даже помогать другим людям. И в этот момент был пропет торжественный тропарь, то есть, прославляющий этого святого песнопения, тропарь уже преподобной Арсении Игумени, и уже снова написанной иконой этой святой, митрополит Уродика Германа осенел на четыре стороны молящийся, и потом все приложились, то есть, целовали эту икону, уже прикладываясь как к лику святой. В общем, сам Чим, он торжественно красивый, но он, кажется, непродолжительный. Вот, но само по себе событие, конечно, это очень важно и утешительно. В первую очередь, я думаю, для, конечно, населения монастыря, которые имеют свою ступор как покровительницу, но я думаю, что для многих горожан, но вы правы, что, может быть, как-то мы привыкли к таким событиям и часто переходим немного к другому, и я согласен, что, может быть, мы здесь, волжском, не так часто сейчас обращаемся к этой святой, но я думаю, что молебны заказываются, но я знаю, что есть случаи благодатной помощи, особенно помощь в чадороде, когда вот пары супружеские не имели в течение ряда лет детей, после молитвного обращения к этой святой очень многие помогали, получали просимое, то есть появлялись дети в этой семье, я лично слышу свидетельство от одного священника даже, волгоградского, который это не стеснялся объявлять при всем, при всех, при митрополите, при совете, там, я помню, 7 лет после этого, после того, как они с матушкой, женой стали ездить, молиться, еще неупрославленные, святые, у них, по-моему, сейчас уже трое детей в семье, то есть человек сам на себе это испытал, и он никогда не скажет, что это какие-то выдумки, каждый, кто на себе испытал, я думаю, он уверен в святости, и он это передает, даже помимо нас, священник, передает друг другу, и вот это народное почитание, оно существовало, поэтому оно и привело к прославления, прославление священникам, епископам, это уже фиксация, так сказать, факта народного прославления, это уже самый последний этап, вот уже, так сказать, засвидетельствовать, А вообще, конечно, святость, она именно начинается с народного прославления. И это необходимое условие, народное почитание, благодатная помощь для этого прославления, уже официального, которое совершилось. А второй вопрос. Ну да, у нас есть отдел по канонизации, к сожалению, вследствие дефицита времени мы не заслушали сейчас текущие вопросы. Идут, но, понимаете, это очень большая, кропотливая работа. То есть тех, кого однозначно будут прославить и причистить к лику святых, обычно речь идет о мучениках, а преподобных чеченамучек их уже прославили. И в 2000 году, и в последующих 16 лет, сейчас уже 2016 год, соборно прославили на тогда соборе, который был в честь 2000-летия на архиерейском соборе. А сейчас, конечно, находятся новые имена, но они требуют проверки. Потому что в застенках и в мучениях и в лагерях погибали все, и члены православной церкви, и люди, которые отпали, попали в какие-то расколы, в адновленческом расколе, тоже убивали адновленческих епископов, адновленческих хищеников. Но мы не можем их признать святыми, поскольку они вне лоно-православной церкви скончались. Были священники, которые тоже пострадали, но надо рассматривать их дела. А к делам надо доступ иметь. Поэтому у нас сейчас, по-моему, есть два, как минимум, священника, которые отец Данил Бураков, руководитель этого дела, пристально рассматривать на возможность представления уже к прославлению в лике святых. Но надо иметь больше информации, максимальной информации. Информацию иногда дают следственные дела, безусловно, которые раньше были мучительские свидетельства, свидетельства о мучении. Фактически тоже было допросное дело. Спрашиваешь, спрашиваешь. Да, это то же самое было. Дело, дело, обвиняемого. Спрашивают, откажись от Христа. Он говорит, не откажусь. За ним записывают, не откажусь. На основании этот человек стал святым, не отказался от Христа. Поэтому в этих делах тоже какая-то информация, как правило. Помимо отречения от Христа, нужно, чтобы человек этот свой подвиг достойно пронес, то есть не оговаривал себя, не оговаривал других, что иногда бывало вследствие, конечно, невыносимых мук, мучений, издевательств. Мы не можем осудить человека в этом случае, но мы не можем его признать святым. Поэтому, первое все, требует внимательного, кропотливого рассмотрения. Для этого нужно время. Работа такая ведется. Благодарю. Еще вопросы, коллеги? Вы говорили, что в этом году основной задачей было строить, строительство и сдача в эксплуатацию Духовно-просветительского центра. То есть такая была эта масштабная задача, основная. А в следующем году какие-то такие приоритеты масштабного плана есть? Что вы для себя таким считаете основным? На 17-й год планы. Да, на 17-й год. Мол. Или нет? В хорошем смысле могу сказать, что, слава богу, нет таких задач, чтобы достроить такой центр. Потому что это была большая ответственность, поскольку это все шло, так сказать, под контролем высших наших органов и светской духовной власти строительства подобных центров. И впервые пришлось сталкиваться с такой проблематикой, когда ты вроде отвечаешь за строительство, но при этом средств не видишь, на которые оно строится, а в конце отвечаешь за результат. Это большая проблема. Поэтому хорошо строить на свои деньги, когда ты сам все видишь, и каждый процесс этапа. Ну, нужно быть специалистом, каждый специалист в своей отрасли. Здесь, конечно, всегда есть конфликт какой-то интересов. Строители хотят больше заработать, как говорится, а мы хотим, чтобы больше построилось на выделенные средства. Поэтому, конечно, слава богу, это закончилось. Ну, закончилось, я думаю, благоприятно для всех. И все-таки деньги потрачены не зря, а действительно, на то, на что они предназначались. Основная задача у нас, все-таки, чтобы средства не были, как говорится, растрачены, расхищены. Вот этого здесь, слава богу, не было. Ну, а на будущий год, на будущий год, приоритетная задача, я думаю, как раз будет вот работа по тем всем направлениям, о которых мы сегодня говорили. Все-таки, хотелось бы достигнуть какого-то значительного, понятного перелома в вопросах нашего религиозного образования и катехизации. Потому что много вопросов нерешенных. И многие зависят от нашей, в общем-то, находятся в нашей компетенции, находятся от наших желаний или нежеланий. Допустим, у нас есть ряд воскресных школах, в храмах, которые до сих пор не прошли аттестацию, наш внутренний. Ну, что им мешает пройти аттестацию? Это только уже наше внутреннее дело, которое мы должны завершить. Но от этого зависит и решение многих вопросов. Потому что, если мы детей не начнем грамотно, интересно обучать православной вере, то они потом от этого просто отойдут, отвернутся. И в результате мы не получим православных молодых людей. Не получим православных людей молодых, не получим православных семей. Соответственно, все пойдет одно за другим. И мы рано или поздно останемся в одиночестве. Поэтому у нас, конечно, упор, я думаю, должен приоритет стоять на духовном просвещении, воспитании, особенно молодежи. И вот это приоритетное направление. Вот у нас сейчас все-таки сформировалось какое-то направление. У нас мы долго, да я думаю, не только мы, выбирали, в чем же, где у нас какое-то есть, как говорится, преимущество. Именно в какое направление мы можем продвинуть. Вот у нас как-то трудновато идет с молодежным волонтерским движением. Да, наверное, у всех трудновато. Для этого нужно хорошие организаторы, хорошую базу для создания развития. Ну и главное, нужно такую личность, которую мог бы кто-то подвинуть. Молодежь тратит свое время на благие дела, на благие дела и социального служения, и другого движения, которое может в рамках осуществляться. Это и, да даже тоже экологические движения, пожалуйста, да. Какие-то вот уборка территории, это же волонтерское движение, может осуществляться под патронажем церкви, может осуществляться. Но вот сейчас у нас такой вот приоритет возник, у нас стала получаться работа с православными военно-спортивными клубами. И которые не совсем, может быть, еще православные, которые тяготеют к православию, хотят какую-то духовную поддержку искать в православии. Они, может быть, вполне светские, на базе светских молодежных объединений организаций секции созданы. Ну, а это может быть секция казачьего направления, казачьего рукопашного более, казачьего каких-то вот верховой езды или там вот, ну, чем занимаются казаки военников, фланкировка, все вот эти военно-прикладные такие виды искусства. Это и спорт, искусство, все вместе, наверное. И сейчас мы все-таки стараемся с ними контактировать и какой-то общий, общий направлений работы взаимно интересное создавать. Какие-то взаимные семинары, соревнования устраивать, обмен опытом. Вот у нас на базе храма есть же, вот сейчас открыт, военно-патриотический православный клуб «Апостол». Там тоже элементы рукопашного боя, элементы там, так сказать, спортивных каких-то стязаний, элементы работы тоже с казачьим оружием существуют. Вот, надо взаимодействовать. И сейчас есть вот ответная реакция. Я вот уже на собрании говорил, что даже со стороны светских известных таких учреждений спортивных, как стадион имени Логвинова, готовы предоставлять площади, готовы предоставлять спортзалы для нас. Вот, это большое дело. Ну и мы вот, я все-таки не отказываюсь от того, от той идеи, что здесь останется такой небольшой спортивный зал и комната для занятий этого клуба, на базе которого можно какие-то небольшие семинары проводить. Конечно, это не спортзал тренировочный, как спорткомплекс, но зато он свой, он постоянно открыт и будет работать. Благодарю. Где будете встречать Рождество Водка? В Соборном храме? В Соборном храме, конечно. Приглашаю, по-моему, вместе встретим. Ну, так, подытожить совсем уж, если позволите, пожелания на предстоящий год и праздник Рождества Христова. Можем закончить, если вы благословите. Ну, желаю всем помощи Божией. Как бы это ни звучало, может быть, в устах член-служителя банально, но рано или поздно многие люди приходят к тому, что они нуждаются в помощи свыше. Обычно это люди приходят в зрелом возрасте, поскольку молодому возрасту свойственно преувеличить свои собственные силы. Когда в полноте крепости существует и телесная, и душевная, кажется, человеку. На эту тему преподобный Авросий Оптинский шутил, говорил, что в таком состоянии человек, как майский жук, летает, жужжит все мои леса, все мои луга, все мои луга, все мои леса. А когда ветер задует, и там гроза, дождь, тогда майский жук прячется под листик, дрожит и уже забывает свои луды. Так бывает с людьми. Пока все небольшие проблемы и сложности, с которыми человек встречается, кажется, что человек с ним справляется самостоятельно, то он редко обращается с просьбой к Богу о помощи. Вот когда сталкивается с какими-то проблемами, которые он уже не может решить, уже вне его сферы. А даже вот общение внутри семьи, это не всегда зависит от человека. И как правило, не зависит. Там уже встреча с другой личностью, и, так сказать, уже все далеко от тебя не зависит. А еще зависит уже от другого человека. И вот, допустим, чтобы даже сохранить семью, люди обращаются к какой-то высшей, к третьей силе, которая может воздействовать и на тебя, и на другую личность, и как-то опять соединить и воедино то, что уже имеют сейчас такую тенденцию, допустим, развалиться. Поэтому мы и говорим, что, допустим, о сохранении семьи, надо, чтобы молились оба супруга, и чтобы людей, если приходит кто-то из супругов к священнику, просит помощи, о сохранении семьи. Мы говорим, что нужно приводить и второго. И что тут важно – молитва. Молитва о детей. Часто вот скорбь родителей за детей, дети попадают не в те компании, занимаются не теми делами. Уже человеческие ресурсы и аргументация уже исчерпаны. Здесь действительно надежда на то, что осенит, подействует некоторая сила, благодатная, свышенная этого человека. И вот молитва матери, говорят, очень сильна за своих детей. И кто-то на себе это испытал. Поэтому я желаю всем помощи Божьей в этом году, чтобы меньше было скорбей, больше было радостных дней. Ну а этого желаю я и всем, и себе, и вам. Спасибо, Ваше Христос, дорогие коллеги.